Всем привет! Ну вот мы с вами и подобрались к самому финалу моего путешествия. Мне отчасти сложно поверить, что прошло уже целых три месяца, и в то же время прошло всего лишь три месяца, и я достигла максимального результата, которым я мечтала. Я достигла и веса, которого я хотела, и в объемах я достигла тех форм, о которых я мечтала. Сегодня я вам покажу фотографии до и после, расскажу о замерах своих, о своем весе сегодня расскажу. И я очень надеюсь, что это видео многих вдохновит, если вы тоже стремитесь к тому, чтобы похудеть, чтобы исправить свои привычки в питании, чтобы лучше начать питаться, чтобы как-то следить за собой больше. Я очень надеюсь, что эти видео вам в этом помогут. Если вы за ними не следите, если это первое видео, с чего вы начали смотреть, я вам очень советую перейти на плейлист и посмотреть все с самого начала, потому что я объясняю, как я питаюсь, какие сложности, что можно, что нельзя. И, в общем-то, да, если вам интересно, начните с самого начала. Если же вы смотрите регулярно эти видео и ждали именно конкретно этого видео, давайте приступать. Давайте, наверное, я все-таки начну с самого, наверное, интересного, а это именно с фотографии до и после. Вы знаете, я уже сделала эти фотографии, естественно, то есть я уже видела их, я уже подготовила их, и для меня эти фотографии действительно стали каким-то маленьким шоком, потому что я специально все эти три месяца я не смотрела на себя, на ту фотографию первую, которую я сделала до, я специально ее не смотрела, не возвращала ее себе в памяти, потому что я была уверена, что когда я посмотрю уже и до, и после сразу, вот в самом конце, то эффект будет намного больше, потому что я, скорее всего, за три месяца забуду, как я выглядела, ну, то есть я в голове еще запомнила, как я выглядела, но когда я увидела фотографии до, мне они показались намного более ужасными, чем я запомнила их себя в голове. Ну и давайте, в общем-то, без лишних слов, вот, собственно, как я выглядела три месяца назад, здесь довольно ярко видно разницу, потому что я вам сейчас показываю результаты до и после, эти фотографии никак не были не обработаны, ничего с ними не было сделано, просто вот я встала напротив стенки, постаралась выбрать одно и то же освещение и максимально, как бы, правдоподобно показать результаты. Что меня больше всего поразило, ну, конечно же, я уменьшилась в объемах, это очевидно, это видно по этим фотографиям, но что меня больше всего поразило, это то, насколько изменилась моя попа, потому что в первой фотографии до меня очень отчетливо видно складку вот эту под попой, и я всю жизнь думала, что как бы так и должно быть, то есть она там и должна быть, но на самом деле, чем больше я начала изучать этот вопрос, тем больше я понимала, что ее как раз иди там и не должно быть, потому что если попа подкачанная, если там нет какого-то слишком много жира, если у нее тонус нормальный, она довольно приподнятая, и эта складка есть буквально совсем немножко во внутренней стороне бедра. У меня, я считаю сейчас, в принципе, уже очень близко к идеалу, если учитывать тот факт, что все эти три месяца я практически не занималась спортом, то есть весь этот результат был достигнут только моим питанием плюс массажем антицеллюлитным, я считаю, что это очень-очень-очень классный результат. Если я еще начну как бы подкачивать свою пятую точку, то я думаю, она вообще станет просто идеалом красоты, можно будет ее на конкурсах уже показывать, но пока что я считаю, что за три месяца это очень классный результат, вообще я не надеялась даже на настолько классный результат, и мало того, что ноги вот по этим фотографиям, очевидно видно, что стали намного более худенькими, и в целом моя фигура стала более какой-то пропорциональной, то есть у меня талия плавно переходит в бедра, и бедра также плавно переходят в ноги. В то же время главной моей проблемой тогда было то, что у меня идет талия, потом у меня бедра, а потом у меня еще шире такие как бы уши, наросты в зоне галифоя были. Эти наросты, ну я считаю, очень сильно ушли, и меня это безумно просто сейчас радует, и вот даже опять-таки, если вернуться к этим фотографиям после, то видно, что одни и те же шорты на мне сидят совсем по-другому, вот сейчас на мне эти шорты реально висят, если тогда, когда я делала фотографию до, я их натянула на себя как на барабан, то сейчас там еще просто полно свободного места, и в общем-то сидят они просто отлично на мне. Что касается конкретно моих замеров, то вы знаете, если вы смотрите мои видео, что я все абсолютно записываю в своем как бы дневнике питания, здесь описано все, что я кушала эти три месяца, какие-то рецепты я сюда вклеивала, замеры мои, и вот изначально мои замеры, самые первые я сюда записала, и вот здесь на листочке у меня замеры как бы сегодняшнего дня, можно так сказать. И что я могу сказать вам по замерам? Грудь у меня стала 81 см, это в целом минус 4 см. Мне бы, конечно, не хотелось бы, чтобы она уменьшалась, вот состояние именно вот этой вот части моего тела меня полностью устраивало, у меня никогда не было сильно такого массивного верха, в основном вся проблема у меня заключалась внизу. Но тем не менее, когда организм худеет, он худеет, можно сказать, наверное, пропорционально, и я не могу сама выбирать, где мне худеть, где нет. Ну, в общем-то, грудь, да, 81 см, минус 4 см за все время этой диеты. Талия сегодня у меня 61 см, в целом это минус 9 см. Талия вообще и бедра, действительно, это колоссальная просто разница по сравнению с тем, что было. Самое главное, что у меня изменилось в районе живота, это то, что у меня он стал абсолютно плоским, у меня уже не свисают эти бокас мои, и вообще вот появилась такая вот очень приятная легкость в животе. Нет ни какого-то вздутия, ни тяжести, ни какой-то там тошноты, вот вообще ничего. Я вообще вот свой живот абсолютно никак не ощущаю. Очень приятное ощущение. Он мне сам уже говорит, когда я хочу кушать, сам мне сигнализирует, когда должен быть следующий прием пищи. Я уже настолько привыкла питаться 5 раз в день, что я сама знаю, он мне сам уже говорит о том, когда вот надо следующий прием пищи сделать. И живот у меня 78 см, это в целом минус 8 см. Тоже очень хороший результат, безумно я просто этим всем довольна. Бедра, бедра у меня стали даже лучше, наверное, чем я хотела. Бедра сейчас у меня 88 см. Я в предыдущих видео говорила, что когда у меня было 90, что для меня это вообще идеал просто. Но у меня это стало даже больше немножко, чем идеал. Минус 8 см в целом. Смотрится на мне, я считаю, это довольно гармонично. То есть если я где-то в этих же параметрах и останусь, я буду этому безгранично рада просто. Уши, это зона Галифе, у меня сейчас 92 см. В целом ушло минус 6 см. Вот конкретно этот параметр меня радует больше всего, потому что именно с ним у меня всегда было больше всего проблем. На каких бы диетах я ни сидела, как бы я ни занималась, в тренажерном зале или дома, или физические нагрузки, какие бы я ни делала, у меня вот именно зона Галифе практически не менялась вообще. Сейчас же я смотрю вот эти вот минус 6 см. Это огромная разница, потому что мне всегда очень нравились именно вот такие вот плавные переходы. То есть когда талия переходит в бедра, и от бедер идет как бы такая ровная линия к ногам. То есть нет вот такого вот совсем уже расширения. И вот конкретно сейчас я не могу сказать на 100%, что я прям совсем уже такая худенькая-худенькая. Но в то же время я, мне кажется, что вот как раз это такая вот идеальная золотая середина. То есть я не совсем-совсем уже худая, что можно в модели идти, но в то же время как бы достаточно худая для того, чтобы сказать, да, вот у нее лишнего там веса точно, вот вообще не скажешь, что у нее там где-то что-то висит, где-то что-то можно убрать. И последний мой параметр, который я замеряла, это руки. Руки у меня стали 25, это вот в этой вот зоне я замеряла. Это в целом минус 2 сантиметра. Тоже довольно много. Мне казалось, что руки у меня абсолютно тоже нормальные, там худеть вообще некуда. Но в то же время 2 сантиметра в объемах ушло на руке. Мне кажется, это довольно много все-таки. Руки у меня стали такие, знаете, более подтянутые, наверное, вот так бы я это назвала, более рельефные и такие, знаете, более как суховатые, да, такие вот, то есть мышцы больше видно. Вот, вот такие вот результаты у меня трехмесячной работы. Я считаю, что это потрясающие результаты для меня. Я вот в таком вот состоянии, в котором я сейчас, очень-очень-очень давно была. Наверное, лет 10 назад, может, да, где-то, наверное, так. С того времени как бы все больше и больше и больше я набирала веси. Когда-то теряла немножко, когда-то больше чуть-чуть набирала, потом опять теряла, потом набирала. Ну, в среднем я всегда около 61-62 килограммов весила. И меньше практически никогда не уходила. Сейчас 57,7, в целом это почти 6 килограммов. Очень крутой результат. Поэтому, если вы имеете возможность работать с диетологом, я однозначно рекомендую вам это сделать. Потому что, когда я пыталась сама похудеть, мне ничего не получалось. Вот вроде бы, вот Настя вроде бы, это мой диетолог, она какую-то Америку мне вроде не открыла, да, вот. И чего-то сверхъестественного мы с ней тоже не делали. Ну да, мы с ней делали массаж, она мне прописала питание. Но вот сама бы я к этому не пришла, это 100%. Поэтому ей огромное спасибо просто за проделанную работу. Я действительно достигла того результата, который я хотела. И изначально на нашей первой встрече я и сказала, что я хочу весить 58 килограммов. Что, собственно, практически я сейчас и вешу. Поэтому, да, я считаю, результаты достигнуты. Я считаю, что все, что я делала, было сделано правильно. И однозначно это разбило миф о том, что нужно ограничивать себя в еде, чтобы похудеть. Это неправда. Нужно просто правильно питаться, выбирать для себя правильные продукты. И питаться часто. И не голодать, не отбирать у себя какие-то вкусняшки. Если вы без чего-то жить не можете, все равно это можно как-то ввести в свою диету. Просто нужно как-то немножко все равно перестроить свои графики. Да, в общем-то я не буду уже в это сильно углубляться, потому что я 3 месяца уже об этом рассказывала. Если вы не смотрели видео мои предыдущие, обязательно посмотрите, потому что вы очень много интересного, я уверена, найдете. Контакты Насте я оставляю внизу. Она как диетолог работает по всему миру, удаленно может вас консультировать и вести. Как массажист она работает пока только в Одессе, к сожалению. Поэтому если вы живете в Одессе, вы можете к ней обратиться еще и за массажем. Массаж это, кстати, тоже очень важный аспект, потому что массаж, он ускоряет процесс похудения очень сильно, я бы сказала. И массажист своими руками может разбивать вам именно ваши проблемные точки. Для меня проблемные точки это были уши, зоны галифе, и Настя, конечно, очень сильно старалась для того, чтобы именно вот эту точку надавить на нее и сделать из нее дел. На этом, наверное, я буду заканчивать. Очень многие, я смотрю по комментариям, расстраиваются, что эта серия видео уже заканчивается. Конечно, эта серия не может длиться вечно, потому что когда-то все-таки этот курс у меня должен был закончиться. Но я планирую трансформировать эту серию видео в что-то другое и продолжить все-таки разговаривать с вами о правильном питании, делиться с вами каким-то опытом, какими-то рецептами. Я подумываю о том, чтобы раз в неделю, раз в две недели, может быть, делать видео с какими-то рецептами правильного питания. Буду вам очень благодарна, если вы мне подскажете, что бы вы хотели видеть, потому что я хочу создавать видео, которые вы хотите смотреть, которые вам будет интересно смотреть. Поэтому я буду вам безумно благодарна, если вы мне подскажете, во что конкретно можно трансформировать эти видео и как продолжать эту тему дальше, потому что после этих трех месяцев у меня, естественно, не появится желание питаться опять как свинья, там жрать все подряд и опять набирать вес. Мне хочется и дальше следить за своей фигурой, следить за своим питанием, поэтому давайте вместе придумаем, как это все упаковать в красивую упаковочку, чтобы и дальше вам было это интересно смотреть. А на этом я буду с вами прощаться, огромное спасибо всем тем, кто три месяца был со мной, кто меня поддерживал, кто постоянно смотрел эти видео, кто постоянно их комментировал. Я очень надеюсь, что я вас вдохновила этими видео, что вы узнали что-то новое, что возможно чем-то они вам помогли, поэтому ставьте палец вверх, если эти видео вам понравились, и мы с вами увидимся уже в следующем году. Пока! Ну вот и все, макияж глаз на этом закончен, продолжайте смотреть, и я покажу вам, как я оформила макияж лица. Я уже с удовольствием сейчас на это все набросилась, тем более я еще не обедала, поэтому для меня это слишком по 5 минут даже сейчас уже начинает выглядеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!